Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! Как всегда, с вами Лиса и её разноцветные тортики. Я разговариваю сегодня в полный голос, и это значит, что у нас мукбанг. Мукбанг чайпите. И хотя московское лето жарким не назовёшь, мне сегодня не хотелось ничего горячего, поэтому у меня будет вот такой вот чай со льдом. Магия льда. Немножко СМР. И вот такие вот замечательные тортики. Это пирог с клубникой. Это нежнейший чизкейк с каким-то сверху тропическим желе, что-то типа маракуйя с чем-то там. А вот это, этот жёлтенький цилиндрик, это просто пирожное тоже с маракуйей, кстати. Сегодня маракуйя-патия. Мы вернулись из-за отпуска в прошлую пятницу. Я загорела, отдохнула и, наконец-то, снимаю для вас долгожданный мукбанг. Давайте клоточек чая. Божественно. Несладкий, кстати, несладкий с лаймом. Ну что, с какого тортика начнём? Я их разложила по цветовой гамме. Видите, красненький, оранжевый и жёлтенький. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Давайте с клубничного. О, вы слышали этот звук? Ну, леса будет не леса, если ничего не уронит. Это ваш кусочек. Не знаю, поймается ли мой фокус. Ну, пробуем. Обожаю клубнику. О, наверное, это проще делать руками. Хотя нет, он будет крошиться. Ладно. Что я вам хочу сказать, ребята? Знаете, есть такая поговорка, лето — это маленькая жизнь. Вот отпуск, точно так же можно, наверное, сказать и про него. За эти 11 дней, не знаю, столько было всяких событий. Очень насыщенный у нас получился отдых. Мы успели всё. Поваляться на пляже и потусить у бассейна. У нас даже был день кроватки, когда мы практически весь день не выходили из номера, потому что было очень жарко. Поездить по Кипру. Мы посмотрели Айанапу. Мы посмотрели Горный Кипр. Постараюсь вам в это видео повставлять немножечко фотографий. Вот. Я в диком восторге, честно вам скажу. В полном восторге от Кипра. Мы отдыхали в Лимассоле. И хотя мне кто-то в комментах писал, что в Лимассоле нет пляжа, это не так. Да, там не такие лазурные пляжи, как, скажем, в Айанапе, на восточном побережье Кипра. Но, вы знаете, там в чём плюс? Гораздо меньше людей. Там не белый песок, а такой сероватый, вулканический. Но чистота моря от этого не страдает. Абсолютно. И, не знаю, ну, нам всё очень понравилось. Потому что, вот, когда мы приехали в Айанапу, мы специально туда взяли экскурсию. Она была с купанием. То есть, нас на полтора часа завезли. На лазурный пляж. На берег. Да, море, конечно, красивейшее. Но прямо лазурное. Вот этот белый песок. Ощущение, как будто бы ты где-нибудь на Мальдивах, так точно. Но как же там много людей. Господи, там каждый квадратный сантиметр, наверное, пляжа кем-то занят. Точно так же много людей в воде. Ну, короче, не знаю. Я такие многолюдные пляжи вот как-то не очень люблю. Мне как-то некомфортно на них. Очень вкусно. Песочное печенье. И тут сверху такая желешка с клубникой. Пляж возле нашего отеля был вечно полупустой. Почему-то процентов 70 отдыхающих, ну, не знаю, не скажу застольные отели, но в нашем отеле процентов 70 отдыхающих это были англичане. Ну, все знают, да, что Кипр это была бывшая английская колония. И они, видимо, по старой памяти по тихой грусти ездят туда отдыхать. Они не ходят на море вообще. Серьезно. Вот если ты пришел на пляж, и в круг только русская речь, потому что русские приехали на море, русские ходят на море. Англичане реально весь день вот они занимают с самого утра все шезлонги. Найти свободный лежак у общего бассейна, это вообще unreal. И с 10 часов утра до 7 часов вечера они там... Я не понимаю, какие-то вообще отчаянные люди, потому что где-то с 12 до 3 находиться под солнцем не то, что некомфортно, оно прям... Ну, ты чувствуешь, что оно ядовитое. Ну, очень жарко. Очень такое палящее и... Ну, жарко. Невозможно. Они загорают. Мы перебежками тут по теньку бежим от ресторана к номеру с обеда. Они загорают. Мы ходили на море, ходили загорать. Ну, конечно, в умеренные часы, когда это еще не так вредно для здоровья. Говорят, что вообще загорать вредно. Я люблю лежать на солнышке. Но мы максимум до 11 часов были на пляже. Потому что, ну, уже не полезно это солнце в таком количестве. Так, давайте попробуем чизкейк. Ну, чизкейк — это всегда вкусно. Вот эта верхняя штука очень сладкая. А сам чизкейк, конечно, такой нежнейший. Кипр — это вообще такой остров из достаточно сложной истории. В 1974 году произошло разделение территориальное. Кипр поделился на северный и южный. Северная часть занята турками. Мне это близко. Ну, вы все знаете, что я из Донецка. Я понимаю киприотов. Не будем о грустном. В любом случае, ну, он никого не оставляет равнодушным, этот остров. И как же им все-таки там повезло с климатом. Да все 11 дней, что мы были, ребята, ни одного дня не было, чтобы вот хоть одно облачко, маленькое. Это же самое крошечное. Я заметила. Нет. Утром просыпаешься, раздвигаешь шторы в номере. Чистейшее небо, яркое солнце. Вернулся на контрасте в Москву, это было, конечно, да. А я там купила себе такую шляпу от солнца. Ну, соломины, розовую. Фото, кстати, выкладывала в Инстаграм, ну, продублирую, кто не видел. Смотрите. Вот. В общем, решила не класть ее в чемодан на обратном пути, чтобы она не помялась. Везла ее в руке, как багаж. Приземляемся мы в Москве. Это было в пятницу прошлую. Кто живет в Москве, вы знаете, что тогда было даже, по-моему, штормовое предупреждение. Ветер шквальный, дождь. Где-то плюс 13 градусов. И я такая выдуливая с самолета, с этой розовой шляпкой в руке. Думаю, господи боже. И где мой Кипр? Вот я все-таки очень зависима от солнца. Не могу я в этом климате московском. Брали мы еще экскурсию в Горный район Кипра. Какой там потрясающий запах хвои. Там растет очень много хвойных и эвкалиптовых деревьев. И ты выходишь из автобуса, и прямо... И такой насыщенный аромат, вот прям в воздухе хвойный. Здорово. Блин, в такой интересном деревушке называется Левкара. Левкара славится своими ювелирными украшениями из серебра. Они открыли какой-то такой секрет кружевного плетения. Они примеряли, как кружево выглядит. Это серебро. И эта техника считается официальным наследием ЮНЕСКО. Кто тут не удержался, купил себе кружевные сережки? Ну, очень красивые. На память о Кипре. Ещё мы купили там в этой серебряной лавочке котика. Мы просто коллекционируем котиков. У нас дома есть специальная тумбочка, где стоят всевозможные коти. Муж мне привозит всегда их из командировок. Ну, и где мы бываем, стараемся всегда какого-то интересного котика найти. На Кипре вообще очень любят котов. Там даже есть такой монастырь, мы там, правда, не были, в Кипре, где живёт 200 кошек. 200. Вот. И вот этот кипрский котик, это типа на счастье. Теперь он стоит на нашей тумбочке. Конечно, мы были в знаменитой бухте Афродиты, где она, по легенде, вышла из морской пены. Как нам рассказал экскурсовод, он говорит, если вы поедете в Грецию, вам там покажут своё место, свою бухту Афродиты, где она якобы тоже вышла из пены. И у нас такое есть. Короче, она, судя по всему, плавала по всему побережью Средиземного моря и периодически вылазила на берег в разных местах. Ну, там красиво, ничего не скажу. В принципе, вот это всё побережье Кипра, где скалы, оно очень красивое. Есть такие места, вот есть, называется мост любви. Мы туда тоже заезжали, такой прям природно образованный мостик из скал, он висает над морем. Говорят, это очень популярное место для свадебных фотофессий. А насчёт бухты Афродиты есть такое поверье, что если ты там искупаешься, ты останешься навечно молодым и прекрасным. я не знаю, слышно вам этот звук или нет. О, боже мой. О, май гад. Дженнис из Джизей. Вам разверну, чтобы вы просто увидели. Угу. Ничего себе. Вот эта пироженка сладко-сладко-сладко. В общем, там внутри прям маракуйя достаточно кисленькая. и вот этот сладкий, сладкая суфлешка, не знаю, как его называть. Вкусно. Я не очень люблю этот вкус маракуйя, но вкусно. А последнюю экскурсию мы взяли на яхте. На яхте вдоль всего побережья. И это было волшебно. Было три остановки для купания, причем купания на глубине, прям посреди моря. Ребята, какая красота, какая чистейшая вода. Я, ну, просто не могу вам передать ни слов, ни эмоций. Очень мне там понравилось. Напишите мне в комментариях, где вы отдыхали этим летом. Как прошел ваш отпуск или каникулы. Что вы посмотрели. Я уже вышла на работу. Два дня поработала. И такое ощущение, что я никуда не уходила. Я бы еще там осталась недельки на две, на три. А еще лучше переехала туда жить. Не буду, не буду больше доедать. Уже наелась. Так красиво струится. Струится, господи. Сочится варенье из пироженки. Ну что ж, спасибо всем, кто досмотрел это видео. Надеюсь, вы со мной выпили стаканчик чего-нибудь прохладительного. Может быть, бодрящего наоборот. Я надеюсь, вам понравились мои разноцветные тортики, мой рассказ про солнечный Кипр и мои фотографии из отпуска. Всех очень-очень люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok